Добрый день. Рад вас приветствовать снова на нашей юзер-группе в Тулубе. Для новых прибывших меня зовут Павел Пусканов, я являюсь волнительным директором компании Godmasters. И мы сегодня заслушаем новый доклад Артема Киреева в ТДД как стиле разработки. Надеюсь, он будет полезен многим здесь присутствующим, потому что далеко не все этим пользуются. Также хотел обратить внимание на наших спонсоров, которые присутствуют на нашем сайте. И мы сегодня разыгрываем подписку на доступ к обучающим курсам одного из нашего спонсора PluralSite. То есть, как обычно, в конце доклада вы можете подойти, записать свое имя, просить в нашу коробочку свое имя. Мы жребием вытянем. Некоторые тут уже его выиграли. Не знаю, было полезно или не было полезно. Это потом, кто желает, может поделиться. Также хотел обратить внимание и пригласить вас на следующий доклад, который состоится через две недели, об облачных вычислениях. Это новая тенденция в развитии программного обеспечения. То есть, когда программное обеспечение размещается где-нибудь на облачном сервисе, и пользователи за него платят. Вот Антон Чижов, он является одним из идеологов разработки сайта Apprentice. То есть, они сейчас выходят на рынок, вышли на рынок, и они начинают получать прибыль от облачных вычислений. В принципе, с моей точки зрения, доклад будет достаточно интересен. А это все, что я хотел сказать. Артем, можешь продолжить? Рад приветствовать всех на юзер-группе. Меня зовут Артем Киреев. Я являюсь разработчиком, работаю в CodeMasters International. Я занимаюсь профессиональной разработкой уже более семи лет. Сегодня вашему вниманию я приготовил доклад на тему тест-драйвинг-девелопмент как стиле разработки. Тест-драйвинг-девелопмент переводится в английском как «разработка через тестирование». И ее также можно перевести как «разработка, ведомая тестами», что, мне кажется, более ясно отражает ее суть. Скажите, кто-нибудь из вас использует тест-драйвинг-девелопмент? Поднимите руки, кто использует. Смотря на то, что называть, потому что есть определение в КПД, мне кажется, что пословно принимать это. Я так понимаю, что это когда, значит, для сначала из маленьких кусочков каждый из кого-то тестируется? Ну, это тоже, да. Ну, то есть есть представление, да, по-вот? Ну, очень маленькие. Это просто сначала пословно определение, а потом уже ответить, используемые или нет. А вообще все слышали про это? Кто-нибудь не слышал? Все слышали? Отлично. Ну, тогда давайте приступим. Почему я выбрал эту тему для доклада? Ну, я выбрал ее не случайно. Мне кажется, любой из разработчик знает, что юнитесты писать хорошо, что покрытие тестов нехорошо и все такое. Ну, часто слышишь такое, что, там, когда ты отдашь свою задачу, ну, я отдам ее завтра, и сдох. Мне осталось написать мне юнитесты. То есть людям не нравится писать юнитесты. Ну, они понимают, что это нужно. Как бы вот этот подход, он может немножко все перевернуть, и вы можете получать какой-то фан от написания юнитестов. Ну, давайте посмотрим. Так, содержание моего доклада следующее. Сначала происхождение ТДД, основные принципы, мотивация использования, зачем нам ТДД, полезные советы, как лучше делать ТДД, как эффективно. Потом мы с вами быстренько разработаем небольшое приложение, посмотрим, как все это работает, и потом вопросы. Итак, начнем. Откуда же взялся этот самый ТДД? Существует множество методологий, на сегодняшний день существует множество методологий разработки программного обеспечения. Раньше все делалось как получится. Методологии разработки можно как бы разделить по двум параметрам. По степени формализма и по степени течения. Ну, с формализмом все понятно, а каскадные, если кто не знает, это такая модель разработки программного обеспечения, называемая также водопад. То есть, когда у нас идет последовательно несколько фаз, например, там, анализ требований, проектирование, кодирование, тестирование, внедрение. И каждый этап, каждая фаза предполагает какой-то определенный набор работ. И продукт, работающий, мы видим только в самом конце. Позже появились итерационные методологии разработки, когда разработка программного обеспечения делится на несколько этапов, на несколько итераций. И каждая итерация включает в себя полный список набор работ. То есть, и полный список фаз, там, от анализа требований до тестирования. И в конце каждой итерации мы уже видим какой-то работающий продукт, там, с нарастающей функциональностью. Таким образом, появились Java методологии разработки. Вот они у меня в третьей четверти, вот тут, там, Stream Programming, Rational Unified Process, Scrum и Kanban я вот тут привел. Нас, в принципе, интересует Extreme Programming, потому что TDD, в общем-то, оттуда. Итак, Extreme Programming. Что же это такое? Это одна из agile методологий разработки, которая была предложена такими гуру программирования, как Кентом Беком, Мартином Фауэром и другими. Она низкоформализованная и итерационная. Ее придумали для того, чтобы снизить степень формализма. То есть, она позволяет небольшим командам создавать качественные, без лишних, ну, не отвлекаться на формализм, там, на кучу типов бюрократий и создавать продукты. Также она использует итерационный подход, что позволяет ей создавать продукты, отвечающие постоянно современному требованию. Потому что заказчики могут менять требования потихонечку на протяжении процесса разработки. И вот это вот agile методологии, они вообще, как бы, направлены на то, что разработка ПО тоже ведется успешно с изменением требований. Так, Extreme Programming состоит из 13 основных практик. Customer Test, заказчик всегда рядом, whole team, то есть, вся команда сидит в одной комнате, мы общаемся. Planning Game, игра в планирование. Small releases, маленькие, частые релизы. Coding Standard, все используют один стандарт кодирования. 40-часовая рабочая неделя, то есть, мы не занимаемся переработкой метафоры. Это вместо сложных описаний архитектуры Continuous Integration, постоянно интегрируем, отдаем заказчику collective ownership. Все члены команды владеют всеми участками кода. Это для того, чтобы не было неизменимых людей, все могли уходить в отпуск. И также ротацию позволяет организовать внутри проекта. Рефакторинг, простота дизайна, парное программирование и, наконец, Test Drive and Development. Test Drive and Development – это изначально одна из практик экстремального программирования. Она была предназначена… Один из ее основателей, кто ее формализовал, это Кент Бек. Вот он книжку написал даже по этому. Ну, давайте посмотрим. Ну, TDD можно использовать и отдельно от экстремального программирования. В частности, не всегда… Вот, например, я ее использую отдельно, потому что у нас нет команды экстремального программирования. Что делать? Ну, и вообще, это полезная вещь, ее можно использовать отдельно. Наверное, она используется и в других EGA методологиях, наверняка. Итак, основные принципы TDD. Что же такое TDD? Как бы целью TDD… Вообще, TDD – это… Вот, спрашивали меня определение TDD. TDD – это набор простых… Это набор способов, позволяющим людям, позволяющим любому разработчику создавать простые программные решения, а также тесты, которые придают ему уверенность в работе. То есть, цель TDD – это clean code z-box, чистый код, который работает. То есть, все, нам нужен только как можно проще, чтобы удовлетворял требования. Что нужно, чтобы разрабатывать в стиле TDD? Нам нужно знать всего два правила. Пишем новый код только тогда, когда… Соблюдаем всего два требования. Пишем новый код только тогда, когда тест не сработал. И потом удаляем дублирование. Как бы эти правила вливаются в достаточно простые алгоритмы. Каждый TDD-разработчик постоянно во время разработки повторяет заклинание TDD-мантру. Это red, green, refactor. То есть, мы пишем тест, запускаем все тесты в салюшене или в текущем контексте. Смотрим, студия горит красным. Значит, тест не прошел. Мы находимся на красном этапе. Дальше мы вносим изменения, достаточные для того, чтобы код прошел. Не нужно придумывать что-то на будущее. Просто мы пишем код для того, чтобы тест, который мы написали, прошел. Если нам приходит в голову… Да. А вот все-таки очень понятно. Пишем новый код, чтобы тест не сработал. Ну, то есть, наверное, все-таки это немножко так… Совсем, потому что мы не можем тесты написать на все те случаи. То есть, мы должны быть что-то заранее предуплаживаться. Нет, тут какая ситуация. Мы сначала пишем, ну, там это дальше будет, список, как бы, тест-лист. То есть, мы хотим что-то разработать. И калькулятор, да, и пишем. Калькулятор должен складывать, калькулятор должен умножать. Пишем. Тест на сложение. Запускаем. Он не проходит. Вносим изменения для того, чтобы начало работать сложение. Все. Мы в зеленую область. Дальше смотрим на то, что написали. Рефакторинг. Удаляем дублированное. Снова переходим в красный. Пишем тест на умножение. И вот так дальше я покажу. Я буду разрабатывать потом. Вместе будем разрабатывать пример. Вот такое вот запленание. Так, давайте дальше. Это все выливается в следующий алгоритм. Я вам только что рассказал. Добавляем тест. Запускаем все тесты. Если тесты прошли, нам не нужно ничего делать. У нас все работает. То есть, как так получилось. Ну, получилось, получилось. Добавляем снова тест. Запускаем все тесты. Тесты не прошли. Отлично. Все идет по плану. Вот это вот как раз красная вот эта зона. Добавляем небольшие изменения. Достаточно для того, чтобы тест прошел. Снова запускаем все тесты. Соответственно, если они не прошли, мы где-то накосячили. Они должны пройти. И переходим к рефакторингу. Рефакторинг. Рефакторинг. Переходим к началу. Соответственно, юнит-тест у нас уже есть. И рефакторинг выполняется в полном смысле этого слова. То есть, мы проверяем то, что мы ничего не сломали. И ничего не сломали ранее. Так. Зачем нам нужно использовать TDD? Одна из экстрим-программных практик гласит о том... Не практика, а там... Ну, в общем, там есть такое, что не нужно писать лишнего кода. То есть, лишний код – это лишняя зависимость, это лишние баги. К тому же мы можем заранее что-то написать. Допустим, мы пишем хоть фреймворк или какую-то функциональность. И вот когда мы закладываем на будущее, там, часто бывает такое, что это, в общем-то, нам не понадобится. Но это несет за собой какие-то зависимости, баги. Могут поменяться бизнес-требования, мы можем это выкинуть. Так вот, TDD как бы не дает нам писать лишний уход. Проектировать less coupled системы, то есть слабосвязанные модульные системы. Сначала идет у нас тест, а не код. И мы не имеем никаких требований со стороны кода на наш тест. То есть, мы сами выбираем наиболее оптимальный путь абстракции от внешних ресурсов. Вот. И таким образом у нас получается, ну, достаточно, всегда получается, скажем так, такая слабосвязанная, там, сколько у нас опыта хватит, качественная модульная система. TDD позволяет нам возвращаться к постоянным к кодам. То есть, одно дело писать какой-то алгоритм, участок кода, и держать в голове, там, 10 задач, которые он должен решать. То есть, он, там, должен, мы должны, там, мы учим свой калькулятор, извлекать квадратный корень, там, думаем, ага, а если будет отрицательное число, может быть, нам ввести комплексные числа, там, и начинается вот эта каша в голове. Вот TDD от всего этого избавляет. Мы пишем только тот код, достаточно для того, чтобы тест прошел. Если у нас что-то в голове появляется, мы просто это записываем. И дальше реализуем формный тест-код. И, как бы, возвращаемся к постоянным к коду. Мы можем найти, там, проводим анализ статически, не статически, глазами, и можем найти какие-то там ошибки в этом коде. Начинаем разрабатывать, не теряя время. То есть, с помощью этой методологии мы можем просто взять какие-то требования, выписать их и что-то реализовать. Нам не нужно сидеть и проектировать какую-то архитектуру, а потом ее перепроектировать. Она получится сама, со временем. То есть, это гибкая методология, и мы будем постепенно строить архитектуру достаточно оптимальную. С первого раза, значит, быстрее решать сложные задачи. Думаю, у вас бывали такие случаи, когда перед вами стоит задача написать какую-то функциональность. Вы планируете, там, на нее две недели, грубо говоря, и садитесь и начинайте так. Мне нужно два дня, чтобы нарисовать все модули, классы, как они будут взаимосвязаны. Вы рисуете, там, понимаете, вот, вроде классно, да, я это сделаю. Такой же я молодец, я нарисовал классный дизайн. Двигайтесь, двигайтесь, и тут в какой-то момент вы что-то забыли, или, там, что-то недосмотрели. И приходится, нужно добавить какие-то новые, какую-то новую бизнес-функцию, какое-то требование. И тут вы думаете, что мне делать, там, вам приходится писать какие-то кастыли, вот это лепить к вашей архитектуре, или, там, рефакторить. Но если вы будете делать рефакторинг, у вас тут нет юнитеста при стандартном подходе, как бы тупик. То есть вы можете сломать то, что уже сделали. Как правило, то есть я сам так наталкивался, просто еще раз смотришь на эти все бизнес-требования, еще раз думаешь, все заново перепроектируешь, и с второго раза получается. Вот у меня были такие случаи. С помощью тест-драйм-девелопмент это невозможно просто. Мы всегда решим задачу с первого раза. Ну, нет, ну, бывает, конечно, но не то, что невозможно, но вероятность сильная в десятки раз меньше. Вопрос, можно? Да. А если требование меняется во время работы с работой? Она направлена на это, это методология, вот она вот для этого. Что значит требования? Но требования меняются кардинально. И приходится, грубо говоря, все тесты выкрутить в МОС. Да. Это негативная сторона. Тесты, это я потом скажу. Ну, как значит, что значит меняется? То есть тебе сказали написать калькулятор, а потом пришел заказчик и сказал, а ну нафиг, напиши мне игру саперу. Вот это, да, в первом случае придется выкинуть код, а в моем случае код и тесты. Вот это так. Контролировать стресс, постоянно видеть прогресс. Возьмем, к примеру, ту же длинную задачу. Допустим, нам нужно написать какой-нибудь парсер, какую-нибудь сложную систему импорта, в какой-нибудь, ну, не важно, что в общем написать. Мы ее пишем, пишем, и результат, если мы не используем юнит-тесты, мы можем видеть только в самом конце. И там, мы заэстимировали две недели, за два дня до этого мы для себя отметили, ага, я закончу, два дня потрачу на баг фиксинг и на отлапку. В итоге может получиться такое, что... Ой, не туда. В итоге может получиться такое, что там гораздо больше багов, чем мы думали, мы начинаем нервничать, постоянно нервничаем. Тут мы как бы двигаемся к цели маленькими шажками и постоянно видим прогресс, и постоянно видим, что это работает, тестируется. То есть мы видим набор бизнес-функций, которые у нас уже протестированы. Также ТДД позволяет нам исправлять ошибки еще на раннем этапе разработки. Как известно, чем раньше... Вот график про это... Не знаю, нужен комментарий там. Чем раньше ошибку мы нашли, тем меньше мы рисуем на это затратить. Вот, давайте теперь посмотрим полезные советы. Как, в общем, делать правильный ТДД? Юнит-тест. Читаемый, простой, малосвязанный, быстрый. Ну, тут ничего нового. Как бы, если вы пишете юнит-тест, вы это знаете. Лучше много простых тестов, чем один сложный. Да, это как бы... Тест должен быть минимальный, не читаемый. Начинаем писать тест осет. Это важный принцип ТДД. То есть, допустим, нам нужно написать тест на сложение. Мы не пишем там, грубо говоря. То есть, мы начинаем его писать на создание объекта, калькулятор. Мы идем как бы снизу вверх, мы пишем осет, 2, запятая, да, там, calc, плюс 2, плюс 2. Вот так. Потом дальше думаем, ага, calc, что такое calc? Пытаемся подумать, откуда возьмется этот объект. Вот это вот правило, оно позволяет нам, позволяет нам строить, как бы, взаимосвязь между классами. Такую, как нам будет ее удобно использовать. То есть, если ее удобно использовать в тестах, ее удобно использовать в коде. Сначала пишем самые простые тесты. Да, сначала пишем самые простые тесты. Это нужно, потому что самые простые тесты, как правило, нанесут в себе... Для того, чтобы сделать, чтобы они проходили, не нужно писать какие-то сложные алгоритмы. Достаточно просто выстроить правильную взаимосвязь между классами. И они позволят нам решить вот эту задачу. То есть, взаимосвязь между сущностями. А потом мы уже будем тестировать там алгоритмы. Список желаемых тестов на бумаге, ни в коде, ни в уме. Выписываем список тестов, какие мы хотим развивать. И по одному из самых простых, до сложных, начинаем делать. Такие правила. Если мы во время написания какого-то кода или теста думаем, а хорошо бы еще и проверить то, заносим свое правило в этот список. Его пересортировываем по приоритетам. И потом будем возвращаться. Это важно очень правило. Я вот до этого доклада тоже использовал тдд, но вот это правило не знал. И как ты раз написал 30 юнит-тестов сначала, а потом начал писать код, чтобы они работали. Ну, в общем-то, потом выяснил, что этот дизайн не подходит, я их всех вытяню. Ну, вот если бы я это знал, я бы со мной это не случилось. Тесты должны работать быстро, но для вашего комфорта. Не пишем код, пока на него нет теста. Это понятно. То есть, не нужно писать мне никакой код, если у него нет теста. Хотим что-то там дописать, хотим сделать событие какое-то. Допустим, пишем игру, событие геймовое. Хотим сделать, пишем сначала тест, потом код. Пишем наиболее простой код, необходимый, чтобы тест прошел. Да, тут прям чем проще, тем лучше. Даже если мы видим, что этот код, возможно, не будет. То есть, мы пишем, допустим, реализацию метода извлечения квадратного корня, и мы видим, что он не будет работать там. Допустим, у нас тест звучал следующий. Ну, если мы видим, что код не будет работать при каких-то других входных данных, а оставляем его все равно наиболее простым. Просто эти проверки записаны на бумажку. Потом для них будет тест и будет код. Можно аккуратно? Да. Ну, допустим, у нас есть функция вычитания квадратного корня. Мы пишем тест, пишем, что вычитаем квадратный корень, а с 4, он проходит. Но мы забыли про тест, там, минус 4, да? Да. Он заведомо не пройдет, а мы написали простой код. Да. Это мы все сделали правильно, да? Вот. Но, когда мы писали этот простой код, мы понимали, что... Понимали. Мы должны понимать. Значит, нам нужно что делать? Значит, нам теперь нужно написать тест на минус 4. Мы пишем тест на минус 4, вносим такие изменения... Нет, 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 мы, получается, понимаем, что нам нужен тест. Для минус 4, мы вносим список. Да, мы вносим список, это очень важно. Вносим список, потом его пишем, запускаем, у нас ничего не проходит. Вносим изменения, чтобы работало и так, и так. Запускаем все тесты, смотрим, что не сломался и первый тест, и второй. И еще там рефактор. Можете связанные вопросы? Начнем. Добрый день. Рад вас приветствовать снова на нашей юзер-группе Тулуде. Для тех, для новых прибывших, меня зовут Павел Пустанов, я являюсь дополнительным директором компании Годмастерс. И мы сегодня заслушаем новый доклад Артема Киреева в ТДД как стиле разработки. Надеюсь, он будет полезен многим здесь присутствующим, потому что далеко не все этим пользуются. Также хотел обратить внимание на наших спонсоров, которые присутствуют на нашем сайте. И мы сегодня разыгрываем подписку на доступ к обучающим курсам одного из нашего спонсора PluralSite. То есть, как обычно, в конце доклада вы можете подойти, записать свое имя, просить в нашу коробочку свое имя. Мы жребием вытянем. Некоторые тут уже его выкроют. Не знаю, было полезно, не было полезно. Это потом, кто желает, может поделиться. Также хотел обратить внимание и пригласить вас на следующий доклад, который состоится через две недели, об облачных вычислениях. Это новая тенденция в развитии программного обеспечения. То есть, когда программное обеспечение размещается где-нибудь на облачном сервисе, и пользователи за него платят. Антон Чижов является одним из идеологов разработки сайта Apprentice. То есть, они сейчас выходят на рынок, вышли на рынок, и они сейчас начинают получать прибыль от облачных вычислений. В принципе, с моей точки зрения, доклад будет достаточно интересен. Это все, что я хотел сказать. Артем, можешь продолжить? Конечно. Рад приветствовать всех на юзер-группе. Меня зовут Артем Киреев. Я являюсь разработчиком, работаю в CodeMasters International. Я занимаюсь профессиональной разработкой уже более семи лет. Сегодня, вашему вниманию, я приготовил доклад на тему Test Drive and Development как стиль разработки. Test Drive and Development переводится в английском как разработка через тестирование. И ее также можно перевести как разработка, ведомая тестами, что, мне кажется, более ясно отражает ее суть. Скажите, кто-нибудь из вас использует Test Drive and Development? Поднимите руки, кто использует. Посмотрел, что называть, потому что есть определение. Скажите, мне кажется, что способно принимать это. Я так понимаю, что это когда, значит, для сначала, ну, из маленьких кусочков, каждый из которых тестируется. Ну, это тоже, да. Ну, то есть, есть представление, да, по-вот? Ну, очень маленькие. Это просто сначала пасточки определения, а потом уже ответить, используемые или нет. А вообще все слышали про это? Что-нибудь не слышал? Все слышали, отлично. Ну, тогда давайте приступим. Почему я выбрал эту тему для доклада? Ну, я выбрал ее не случайно. Мне кажется, любой из разработчиков знает, что юнитесты писать хорошо, что покрытие тестами хорошо и все такое. Ну, часто слышишь такое, что, там, когда ты отдашь свою задачу, ну, я отдам ее завтра из док. Мне осталось написать мне юнитесты. То есть, людям не нравится писать юнитесты. Ну, они понимают, что это нужно. Как бы вот этот подход, он может немножко все перевернуть, и вы можете получать какой-то фан от написания юнитеста. Ну, давайте посмотрим. Так, сдержание моего доклада следующее. Сначала происхождение ТДД, основные принципы, мотивация использования, зачем нам ТДД. Полезные советы, как лучше делать ТДД, как эффективно. Потом мы с вами быстренько разработаем небольшое приложение, посмотрим, как все это работает. И потом вопросы. Итак, начнем. Откуда же взялся этот самый ТДД? Существует множество методологий, на сегодняшний день существует множество методологий разработки программного распечения. Раньше все делалось как получится. Методологии разработки можно как бы разделить по двум параметрам. По степени формализма и по степени течения. Ну, с формализмом все понятно, а каскадные, если кто не знает, это такая модель разработки программного распечения, называемая также водопад. То есть, когда у нас идет последовательно несколько фаз, например, там, анализ требований, проектирование, кодирование, тестирование, внедрение. И каждый этап, каждая фаза предполагает какой-то определенный набор работ. И продукт, работающий, мы видим только в самом конце. Позже появились итерационные методологии разработки, когда разработка программного обеспечения делится на несколько этапов, на несколько итераций. И каждая итерация включает в себя полный список набор работ. То есть, и полный список фаз, там, от анализа требований до тестирования. И в конце каждой итерации мы уже видим какой-то работающий продукт, там, с нарастающей функциональностью. Таким образом появились джайл методологии разработки. Вот они у меня в третьей четверти, вот тут, там, Extreme Programming, Rational Unified Process, Scrum и Kanban я вот тут привел. Нас, в принципе, интересует Extreme Programming, потому что TDD, в общем-то, оттуда. Итак, Extreme Programming. Что же это такое? Это одна из agile методологий разработки, которая была предложена такими гуру программирования, как Кентом Беком, Мартином Фауэром и другими. Она низкоформализованная и итерационная. Ее придумали для того, чтобы снизить степень формализма. То есть, она позволяет небольшим командам создавать качественные, без лишних, ну, не отвлекаться на формализм, там, на кучу кипов бюрократий и создавать продукты. Также она использует итерационный подход, что позволяет ей создавать продукты, отвечающие постоянно современным требованиям, потому что заказчики могут менять требования потихонечку на протяжении процесса разработки. И вот это вот agile методологии, они вообще направлены на то, что разработка ПО тоже ведется успешно с изменением требований. Так, экстрим программинг состоит из 13 основных практик. Customer tests, заказчик всегда рядом, whole team, то есть, вся команда сидит в одной комнате, мы общаемся. Planning game, игра в планирование, small releases, маленькие, частые релизы. Coding standards, все используют один стандарт кодирования, 40-часовая рабочая неделя, то есть, мы не занимаемся переработкой метафоры. Метафоры, это вместо сложных описаний архитектуры, continuous integration, постоянно интегрируем, отдаем заказчику collective ownership, все члены команды владеют всеми участками кода. Это для того, чтобы не было неизменимых людей, все могли уходить в отпуск. И также ротацию позволяет организовать внутри проекта. Рефакторинг, простота дизайна, парное программирование и, наконец, test drive and development. Test drive and development – это изначально одна из практик экстремального программирования. Она была, один из ее основателей, кто ее формализовал, это Кент Бек. Вот он книжку написал, даже по этому. Ну, давайте посмотрим. Ну, TDD можно использовать и отдельно от экстремального программирования, в частности, не всегда. Вот, например, я ее использую отдельно, потому что у нас нет команды экстремального программирования. Что делать? Ну, и вообще, это полезная вещь, как бы ее можно использовать отдельно. Наверное, она используется и в других HR методологиях, наверняка. Итак, основные принципы TDD. Что же такое TDD? Как бы целью TDD, вообще, TDD – это… Вот, спрашивали у меня определение TDD. TDD – это набор простых… Это набор способов, позволяющим людям, позволяющим любому разработчику создавать простые программные решения, а также тесты, которые придают ему уверенность в работе. То есть, цель TDD – это clean code Z-Works, чистый код, который работает. То есть, все, нам нужно только как можно проще. Как можно проще, чтобы удовлетворяло требования. Что нужно, чтобы разрабатывать в стиле TDD? Нам нужно знать всего два правила. Пишем новый код только тогда, когда… Соблюдаем всего два требования. Пишем новый код только тогда, когда тест не сработал. И потом удаляем дублирование. Как бы эти правила вливаются в достаточно простые алгоритмы. Каждый TDD-разработчик постоянно во время разработки повторяет заклинание. TDD-мантру – это red, green, refactor. То есть, мы пишем тест, запускаем все тесты в Солюшене или в текущем контексте. Смотрим, студия горит красным. Значит, тест не прошел. Мы находимся на красном этапе. Дальше мы вносим изменения, достаточные для того, чтобы код прошел. Не нужно придумывать что-то на будущее. Просто мы пишем код для того, чтобы тест, который мы написали, прошел. Если нам приходит в голову… Да. А вот все-таки не очень понятно. Пишем новый код, чтобы тест не сработал. Ну, то есть, наверное, все-таки это немножко так… Не совсем, потому что мы не можем тесты написать на код, но все-таки есть какие-то случаи. То есть, мы должны быть что-то заранее предуплаживаться. Нет. Тут какая ситуация? Мы сначала пишем… Ну, там это дальше будет. Список, как бы, тест-лист. То есть, мы хотим что-то разработать. И калькулятор, да? И пишем. Калькулятор должен складывать, калькулятор должен умножать. Пишем. Тест на сложение. Запускаем. Он не проходит. Вносим изменения для того, чтобы начало работать сложение. Все. Мы в зеленую область. Дальше смотрим на то, что написали. Рефакторинг. Удаляем дублирование. Снова переходим в красный. Пишем тест на умножение. И вот так дальше я покажу. Я буду разрабатывать потом. Вместе будем разрабатывать пример. Вот такое вот запленание. Так, давайте дальше. Это все выливается в следующий алгоритм. Я вам только что рассказал. Добавляем тест. Запускаем все тесты. Если тесты прошли, нам не нужно ничего делать. У нас все работает. Как так получилось? Ну, получилось, получилось. Добавляем снова тест. Запускаем все тесты. Тесты не прошли. Отлично. Все идет по плану. Вот это вот как раз красная вот эта зона. Добавляем небольшие изменения достаточно для того, чтобы тест прошел. Снова запускаем все тесты. И, соответственно, если они не прошли, мы где-то накосячили. Они должны пройти. И переходим к рефакторингу. Рефакторинг. Рефакторинг. Переходим к началу. Соответственно, юнит-тест у нас уже есть. И рефакторинг выполняется в полном смысле этого слова. То есть мы проверяем то, что мы ничего не сломали. И ничего не сломали ранее. Зачем нам нужно использовать ТДД? Одна из экстрим программных практик гласит о том... Не практика, а там... Ну, выше там есть такое, что не нужно писать лишнего кода. То есть лишний код – это лишняя зависимость, это лишние баги. К тому же мы можем заранее что-то написать. Допустим, мы пишем какой-нибудь фреймворк или какую-то функциональность. И вот когда мы закладываем на будущее, часто бывает такое, что это, в общем-то, нам не понадобится. Но это несет за собой какие-то зависимости, баги. Могут поменяться бизнес-трегования, мы можем это выкинуть. Так вот, тест-драйвен-девелопмент не дает нам писать лишний код. Проектировать less-coupled системы, то есть слабосвязанные модульные системы. Сначала идет у нас тест, а не код. И мы не имеем никаких требований со стороны кода на наш тест. То есть мы сами выбираем наиболее оптимальный путь абстракции от внешних ресурсов. И таким образом у нас получается, ну, достаточно... Всегда получается, скажем так, такая слабосвязанная, там, насколько у нас опыта хватит, качественная модульная система. ТТТ позволяет нам возвращаться в постоянных к коду. То есть одно дело писать какой-то алгоритм, участок кода, и держать в голове, там, 10 задач, которые он должен решать. То есть он, там, должен... Мы должны, там, мы учим свой калькулятор извлекать квадратный корень, там, думаем, ага, а если будет отрицательное число, может быть, нам ввести комплексные числа, там, и начинается вот эта каша в голове. Вот ТТТ от всего этого избавляет. Мы пишем только тот код, достаточно для того, чтобы тест прошел. Если у нас что-то в голове появляется, мы просто это записываем. И дальше реализуем формный тест-код. И, как бы, возвращаемся к постоянных к коду, мы можем найти, там, проводим анализы статическими, статические, глазами, и можем найти какие-то там ошибки в этом коде. Начинаем разрабатывать, не теряя время. То есть с помощью этой методологии мы можем просто взять какие-то требования, выписать их и что-то реализовать. Нам не нужно сидеть и проектировать какую-то архитектуру, а потом ее перепроектировать. Она получится сама, со временем. То есть это гибкая методология, и мы будем постепенно строить архитектуру достаточно оптимальную. С первого раза, а значит, быстрее решать сложные задачи. Думаю, у вас бывали такие случаи, когда перед вами стоит задача написать какую-то функциональность. Вы планируете на нее две недели, грубо говоря, и садитесь и начинайте так. Мне нужно два дня, чтобы нарисовать все модули, классы, как они будут взаимосвязаны. Вы рисуете, понимаете, вот, вроде классно, да, я это сделаю. Такой же я молодец, я нарисовал классный дизайн. Двигайтесь, двигайтесь, и тут в какой-то момент вы что-то забыли. Или, там, что-то недосмотрели. И приходится, нужно добавить какие-то новые, какую-то новую бизнес-функцию, какое-то требование. И тут вы думаете, что мне делать. Вам приходится писать какие-то костыли, вот, лепить к вашей архитектуре. Или, там, рефакторить. Но если вы будете делать рефакторинг, у вас тут нет юнит-тестов при стандартном подходе, как бы тупик. То есть вы можете сломать то, что уже сделали. Как правило, то есть я сам так наталкивался, просто еще раз смотришь на эти все бизнес-требования, еще раз думаешь, все заново перепроектируешь, и с второго раза получается. Вот у меня были такие случаи. С помощью тест-драйм-девелокмента это невозможно просто. Мы всегда решим задачу с первого раза. Ну, нет, бывает, конечно, но не то, что невозможно, но вероятность сильная, в десятки раз меньше. Вопрос можно? Да. А если требования меняются во время работы? Она направлена на это, это методология, вот она вот для этого. Что значит требования? Требования меняются кардинально, и приходится, грубо говоря, все тесты выкрусить мусор. Да, это негативная сторона. Тесты, это я потом скажу. Ну, как значит, что ночь меняется? То есть те сказали написать калькулятор, а потом пришел заказчик и сказал, а ну нафиг, напиши мне игру саперу. Вот это, да, в первом случае придется выкинуть код, а в моем случае код и тесты. Вот это так. Контролировать стресс, постоянно видеть прогресс. Возьмем, к примеру, ту же длинную задачу. В общем, допустим, нам нужно написать какой-нибудь парсер в какую-нибудь сложную систему импорта, в какой-нибудь, ну, не важно, что в общем написать. Мы ее пишем, пишем, и результат, если мы не используем юнит-тест, мы можем видеть только в самом конце. И там мы заэстимировали две недели, за два дня до этого мы для себя отметили, ага, я закончу, два дня потрачу на багфиксинг и на отлапку. В итоге может получиться такое, что... Ой, не туда. В итоге может получиться такое, что там гораздо больше багов, чем мы думали, мы начинаем нервничать, их постоянно нервничаем. Тут мы как бы двигаемся к цели маленькими шажками и постоянно видим прогресс, и постоянно видим, что эта работа тестируется. То есть мы видим набор бизнес-функций, которые у нас уже протестированы. Также ТДД позволяет нам исправлять ошибки еще на раннем этапе разработки. Как известно, чем раньше... Вот, Рафик про это... Не знаю, нужен комментарий там. Чем раньше ошибку мы нашли, тем меньше мы рисуем на это затратить. Вот, давайте теперь посмотрим полезные советы. Как, в общем, делать правильно ТДД. Юнит-тест. Читаемый, простой, малосвязанный, быстрый. Ну, тут ничего нового. Как бы, если вы пишете юнит-тест, вы это знаете. Лучше много простых тестов, чем один сложный. Да, это как бы... Тест должен быть минимальный и читаемый. Начинаем писать тест осет. Это важный принцип ТДД. То есть, допустим, нам нужно написать тест на сложение. Мы не пишем там, грубо говоря. То есть мы начинаем его писать на создание объекта калькулятора. Мы идем как бы снизу вверх. Мы пишем осет 2, да, там, калк плюс 2 плюс 2. Вот так. Потом дальше думаем, ага, калк. Что такое калк? Пытаемся подумать, откуда возьмется этот объект. Вот это вот правило, оно позволяет нам... Позволяет нам строить, как бы, взаимосвязь между классами. Такую, как нам будет ее удобно использовать. То есть, если ее удобно использовать в тестах, ее удобно использовать в коде. Сначала пишем самые простые тесты. Да, сначала пишем самые простые тесты. Это нужно, потому что самые простые тесты, как правило, нанесут в себе... Для того, чтобы сделать, чтобы они проходили, не нужно писать какие-то сложные алгоритмы. Достаточно просто выстроить правильную взаимосвязь между классами. И они позволят нам решить вот эту задачу. То есть взаимосвязь между сущностями. А потом мы уже будем тестировать там алгоритмы. Список желаемых тестов на бумаге, ни в коде, ни в уме Выписываем список тестов, какие мы хотим развивать И по одному из самых простых, до сложных, начинаем делать Такие правила Если мы во время написания какого-то кода или теста думаем, а хорошо бы еще и проверить то Заносим свое правило в этот список Его пересортировываем по приоритетам и потом будем возвращаться Это важно очень правило Я вот до этого доклада тоже использовал ТДД, но вот это правило не знал И как ты раз написал 30 юнит-тестов сначала, а потом начал писать код, чтобы они работали Ну, в общем, ты потом выяснил, что этот дизайн не подходит, я их всех вытяню Ну, вот если бы я это знал, я бы со мной это не случилось Тесты должны работать быстро, но для вашего комфорта Не пишем код, пока на него нет теста Это понятно, то есть не нужно писать мне никакой код, если у него нет теста Хотим что-то там дописать, хотим сделать событие какое-то, допустим, пишем игру, событие геймова Хотим сделать, пишем сначала тест, потом код Пишем наиболее простой код, необходимый, чтобы тест прошел Да, тут прям вот чем проще, тем лучше Даже если мы видим, что этот код, возможно, не будет То есть мы пишем, допустим, реализацию метода извлечения квадратного корня И мы видим, что он не будет работать там Допустим, у нас тест звучал следующий Ну, если мы видим, что код не будет работать при каких-то других входных данных Оставляем его все равно наиболее простым Просто эти проверки записываем на бумажку Потом для них будет тест и будет код Можно вопрос? Да Ну, допустим, у нас есть функция вычитания квадратного корня Да Мы пишем тест, пишем, что вычитаем квадратный корень, она со 4, она проходит Но мы забыли про тест, там, минус 4, да? Да Он заведомо не пройдет, а мы написали простой код Да Это мы все сделали правильно, да? Но когда мы писали этот простой код, мы понимали, что... Понимали, мы должны понимать Значит, нам нужно что делать? Значит, нам теперь нужно написать тест на минус 4 Мы пишем тест на минус 4, вносим такие изменения Нет, 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 мы, получается, понимаем, что нам нужен тест для минус 4, мы его вносим в список Да, мы вносим в список, это очень важно Вносим список, потом его пишем, запускаем, у нас ничего не проходит Вносим изменения, чтобы работало и так, и так Запускаем все тесты, смотрим, что не сломался и первый тест, и второй И еще там рефактор Можно связанный вопрос? Да Вот у нас есть тест, который проверяет корень из 4, да? И есть код, который... И он возвращает какой-то результат простой Простой результат это число складывающей точки, правильно? Например, если мы изначально шли от простого, то мы знаем, что сколько значение число складывающей точки Теперь мы хотим ввести комплексные числа И мы проверяем на код из минус 4, но корень из минус 4 мы уже не можем выжать число складывающей точки То есть у нас меняется возвращаемое значение Рефакторим И мы меняем первый тест, получается? Тесты тоже рефакторим То есть тесты тоже рефакторим Тесты тоже, да, тесты нужно тоже рефакторить То есть если у нас меняется какой-то там взаимосвязь, ну какой-то дизайн, да? Дизайн, сейчас я поняла, дизайн методов, классов, да, мы меняем тоже тесты Так, где я был? После успешного прохождения тесты рефакторить Понятно, все тесты должны проходить перед написанием нового теста Да, это тоже важно То есть рефакторинг и паттерны, друзья, не отменяют Ни в коем случае То есть я там говорил, что не нужно сразу проектировать Но мы можем использовать эти паттерны Мы будем проектировать просто постепенно И паттерны будут отлично ложиться Так, теперь мы с вами вместе попробуем разработать игру Это простая игра пятнашки Сначала я хотел сделать сапера Но она, я ее там дома сидел два часа делал А тут вообще, в общем, это проще Я так бегло пробежался, вроде должно получиться Сейчас попробуем Сапера мы начнем сейчас разработку с того что выпишем все тесты которые нам приходят в голову на игру пятнашку сейчас загрузится ну я сделал заготовку вот фифтин всем видно кстати текст я сделал два проекта это мы будем реализовывать логику групп игры пятнашек и и то есть через помощь тест drive and development сделал два проекта фифтин лоджик фифтин лоджик тест теста соответственно что сделать сам код так нормально а солнечный салют шпорт неважно главный час ну я не буду использовать бумагу буду использовать комментарии для написания тест-листа то есть какие тесты и какие вот вам какие-то приходят в голову тесты на игру пятнашку ну давайте я начну допустим мы можем проверить то что у клетки есть какое-то число то есть что клет в клетке содержится число то есть какой там мы можем проверить что она пустая но то есть все представляете пятнашки да тоже нарисовать так чтобы для себя даже а вот не пришел тест в голову тест на то что все игра с брошенном отлично то есть им правильный тест про это отличный тест тебе даже могут приходить в голову не теста какие-то юзер стори то есть что то что ты можешь писать языком там человеческим а на каждую дизор story можно писать список тестов то есть даже вот так наверное понять для простоты я разрешил что игровое поле вначале будет иметь вот такую как бы тут пятачок то есть пустая клетка понятно да это наше игровое поле так значит вот наш тест лист тест лист то есть то что в клетке есть число то что клетка пустая то что мы в правильно сложили да то есть ну как бы с последний сложен да потом что еще можно то так да да вот это хорошая к к муф к муф по всем направлениям ну можно к муф а можно мус то есть ну давайте сделаем там не знаю не верю что к муф нужен ну давайте сделаем к муф и муф такие же ну не знаю вам мне пока ничего больше в голову не приходит сконки есть чуть-чуть нить идея ну это камус камус мы можем это камус и не да мы можем да как бы тут надо примерно представлять что у нас там будет его и зачем нему эта функциональность я вот вижу в его и нужно будет показывать вину то есть выигрыш вот этот тест полезен нужно будет показывать либо номер либо числа пустой это это тоже полезно к муф не знаю это если у нас там мы будем подсвечивать ее если можно двин только там а мус тоже полезные тесты потому что мы когда будем нажимаем минут на 15 она двигается вправо ну давайте начнем ладно сейчас я думаю если кому непонятно будет понятно так начинаем начиная с простого теста простой тест я вижу это из empty вот мне так кажется начинаем писать сосед я пишу что а сертист true там цел и земли соответственно откуда мне здесь не завершён я думаю откуда мне взять цел наверное мне его надо взять за ворового поля какая у нас позиция пустая наверное с индексом 3 до 33 правильно понятно здесь ну как бы вот если если это номер номера вот так вот обозначить вот естественно пресечении 33 у нас пустая ячейка откуда берем игровое поле ну давайте мы его создадим так отлично теперь запускаем все нет тесты они у нас там как бы не то что не проходит даже не компилируется мы в красной зоне пишем код достаточным для того чтобы этот юнит тест прошел просто достаточно для того ничего больше создаем game field можно отсюда создать ну и создаем game cell так у нее я видел из пентин его я видел Я пишу код достаточно для того, чтобы тест прошел Добавляем reference Запускаем Тест не прошел Ну да Ну вот, конечно, немножко неудачно выбрали тест Но можно проверить, допустим, что у нас он вот так Это будет попроще То есть тест все-таки на is empty, кстати, да Вот так он будет правильный А нет Is not empty Давайте, да, вот так Тогда, значит, нам нужен тест еще на is empty Так, запускаем Так Ну понятно Success Все, мы в зеленой зоне Так, рефакторить тут, скорее говоря, пока нечего Давайте напишем тест на Да, простите Ошибка Так, теперь на is empty, значит Ну, вообще, копипаст плохо Как-то вроде хорошо получилось Так, отлично, тест не прошел Пишем, ну, видимо, тут нам уже не обойтись какими-то заглушками Придется что-то писать Наверное, нужно Создать массив вот этих вот индексов То есть Создаем список клеток То есть Создаем, да, список вот этих game sell Сейчас как-то будем заполнять его Для простоты мы выбрали вот такую модель Предлагаю заполнить каким-то простым алгоритмом ее соответственно Так Слои равны нулю Пока и меньше 15 Нам нужно теперь, видимо, передавать этот параметр Как ты сейчас отходишь с вами в долой Ты пишешь код, а это не тест Как нет? Есть тест Ну, а зачем ты пишешь такой? Чтобы тест прошел Хорошо, ты знаешь способ проще, чтобы тест прошел? Как мне написать? Я пишу наиболее простой код, который посчитал для того, чтобы эти тесты прошли Я просто заполняю свой массив ячейками 15 не пустых, а одна пустая Я даже про номера пока ничего не пишу, заметно То есть я просто сейчас заполняю Потому что, ну, в общем, это как бы нормально Постоянно ничего не писать тоже не получится Так, сначала они у меня были не пустые И последняя пустая Ну, то есть это как бы соответствует Так Не компилируется EMSL, а не конструктор, который... А, ну, да Не до конца То есть теперь нам нужно... Не нужно возвращать эту ерунду Мы будем возвращать ячейку То есть Row умножить на 4 Плюс... Ну, 4 это вот ширина Я пока так не пишу Так мне проще, быстрее Чтобы не отвлекаться Плюс пол То есть, ну, как-то так А, там, наверное, не видно тоже, да? То есть вот Класс выглядит сейчас таким образом Отлично, юнитесты прошли И, наверное, пора сделать небольшой рефактор Ну, во-первых, вот этот Magic Number Мы его вынесем там Ладно, я сделаю сам, без решальпера PrivateCost Ну, это на самом деле какой-нибудь там GameFieldSize То есть вот так Ну, что тут еще можно отрефакторить? Ну, вот это можно вынести И создание поля в отдельный метод Причем... 15 надо А? Число 15 надо 15, да 15, да 15 это на самом деле Вот так Вот это можно вынести То есть там В отдельный метод Create Create, там Simple GameField Или там Ну, последовательное поле мы создаем Так, ну вот Более читаемый код получился Проверяем Проверяем тестами Работает Отлично То есть вот эти два теста мы реализовали Ура Из-намбер Пишем тест на из-намбер Начинаем, как всегда Серт, аиквел Ну, кстати, можно написать тут тест на то, что какой-нибудь другой индекс там тоже не пустой Ну ладно Ладно, сейчас с из-намбером поиграемся Пишем, допустим, мы хотим 4 4 это у нас Так Пишем, что целый номер Мы утверждаем, что целый номер равняется 4 Получаем ячейку Из поля Это у нас 0,3 Так, создаем игровое поле Естественно, я не буду сейчас запускать не тесты Они красные, то что даже не компилируется, не проходит И так понятно Теперь вносим изменения, чтобы это все дело прошло Ну, наверное, пишу очевидное решение, приходящее мне в голову там Сразу Надо еще вот тут добавить Ну, тут не важно Так Отлично, тесты прошли Теперь делаем рефактор Так, всем, всем видно Все понимают, о чем речь-то Тут тоже, да? Ну, вот я тут вижу, что Можно применить рефакторинг Сделать все одно поле вычисляемым То есть, не зачем хранить вот из empty тут, например Мы можем всего лишь делать вот так То есть, а вот это вычислить, допустим Return Ну, допустим, мы говорим, что при нуле будет пустое Так Чтобы сбежать Чтобы не давать программисту знания об этом Мы можем сделать там Какие-то Какие-то методы там Фабричные там Типа Create empty То есть, чтобы не закладываться на знание об этом 0 Это у нас будет пустая ячейка Это create number Конструктор отправляется в правил Так Тут, соответственно, вот так Нет, то есть так уже нельзя А тут, соответственно Соответственно, вот так Все по-прежнему работает круто Переходим дальше Game win Ну, давайте это на потом лучше оставим Потому что я тут вижу, что сразу приходит в голову Нужно придумать, как перетасовывать эти пятнашки Если мы будем играть, то начальная позиция нас не устраивает То есть там Random generation Почему? Текущему мы можем сказать Game win Ну, то есть мы просто можем сказать То, что она сейчас Она вот сейчас выдачная Правильно? Правильно Нет, почему? В принципе Здесь тест Сейчас по одному Ну, кто хочет спросить? Почему мы не можем сейчас написать тест на game win Потому что мы должны написать самый простой тест Мне кажется, что простой тест это move right Ну, можем написать Он сейчас простой Хорошо, давайте напишем game win Отлично Но, согласитесь Нам нужно помнить, что нам сначала написать game not win Вот такой То есть негативный сценарий мы тоже будем проверять То есть Но он не очень простой сейчас Давайте проверим Ну, тут как бы Когда Чем больше опыт Чем больше используем Эту методологию Тем как больше Приходит С опытом Приходит, короче Мысль о том, какие тесты Переписать Надо просто Ну, это использует Тогда мы будем Понимать Лучше Так, game win Ну, чего Assert Устроен Game field Видим, правильно? Отличный тест Он Мы сейчас в красной зоне Вносим изменения Что там проходило Вот Пожалуйста Я сейчас Внесу Как по книжке Как там win Я напишу вот так И буду прав Ну, просто Ну, мы можем Сейчас написать тест И на note В принципе Можем написать На game note win Давайте напишем Раз уже делись Все-таки Как-то нужно Такие сценарии Вместе писать Наверное Теперь нам нужно Как-то Их Перетасовать Давайте Введем Для этого Какой-то Метод Типа Swap Ну, то есть Как-то вот так Допустим Попробуем Поменять Я вот на ходу Придумываю На самом деле Давайте Поменяем Первую ячейку Вторую Нормально так? Просто Наверное Это нам еще При генерации Пригодится Какие есть идеи Как написать Такой тест Ну, как бы Не очень Но вроде нормально Работает А как мы Его протестируем Мы можем Сейчас статьи Swap Протестировать Вот тут Опять же Мы вроде Написали новый метод Swap Мы не верим Что он работает По идее Мы должны Сейчас вот так Сделать И написать Тест на Swap Давайте Так и сделаем Нет По идее Мы должны Записать на этот Swap Что его надо Не вот это Написать Да Давай Так и сделаем Мы Давай мы Этот Прекратим Писать И напишем Сейчас Swap У нас Пока Все нормально Мы У нас Только один Тест Который Не проходит Вот сейчас Есть Да То есть Нет Два Самое Плохое Это Когда у нас Есть Несколько Тестов Который Не проходит То есть Мы написали Тест на Swap И на E на Twin Это плохо А то Что Допустим Мы Мы можем Предположить Что мы Не собирались Тест писать Мы просто Сразу Не додумались Что нам Нужно Что-то Будет Перетасовывать А теперь Нужно Поэтому Давайте Напишем Тест на Swap Нужно Нужно Писать Тесты Пока Страх Не превратится В скуку Кто-то Сказал Ну То есть Пока Тебе Скучно Ты Знаешь Что ты Swap Это Напишут Ну Хочешь Не Тестируй Я Просто Сейчас Пишу Простой Пример Я Все Тестирую А так Ну То есть Если Ты В чем-то Не Уверен Изначально Всегда Нужно Начинать С тестов Чтобы У тебя Сложился Дизайн Классов Взаимосвязь Между Сущностями Потом Конечно Всякую мелочь Уже Можно Не Тестировать Ну Это Уже Каждый Решает Конечно В книжках Написано Что Надо Все Тестировать Каждый Автор Разного Мне не Придерживаться Кто-то Сказал Пишите Тесты Пока Страх Не Продавится Скуку Вот Так Тест На Своб Значит Мы Проверяем Что Номер Один Теперь У нас Находится Номер Один Теперь Находится У нас В позиции Второй Ячейки Номер Номер Два У нас Находится На Борус Позиции Первой Ячейки Так Тест Не Проходит Пишем А Вот Еще Вопрос А Не Нужно Здесь Делать Проверку На Третью Четвертую И так Далее Ячейки Мало Ли Слов Их Тро Ну Можем Да Вот После Эта Тест Можем То есть Если Тебе Присовала Такая Мысль И ты Боишься Что Не Будет Работать Давай Потом Напишем Своп Там Давай Между Рядами Да 3 9 Потом Своп 1 2 Сначала Начинаем С простых Тест Да Можем Давай Это Будет Своп 1 2 У нас Так Вносим Изменения Чтобы Тест Работал Так Как это Нужно Индексы Получить Ну Нужно Все Прошло Теперь Делаем Рефактор Знаете Как это Оптимизировать Есть идея У меня У меня Тоже Нет Поэтому Пускай Так Вроде Так Нормально Так Еще Спросили Сделать Своп Какой-то Там Еще Своп 3 9 Так Третья Ячейка 3 У нас На 0 2 9 На 2 0 Отлично Она Не 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 Регламентирует Короче Я Не Встречал Нет Слушайте Сусок 1 2 Теста Теста 3 9 Мне Понятно Это Ты Ты Что То 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 Ты Хоть Вот Так Можно Написать Нет Конечно Тесты Название Теста Должно Быть Как Можно Молее Понятнее У меня Просто Я Написал Потому Что Я Почитал Понятно Давайте Возможно Я Ошибся Некоторые ячейки Нельзя Не Это Какие Менять Это Не Для Эти Двигать Нельзя А Менять Можно Все Чтобы Рэндом Потом Сделать 0 2 2 0 То Есть Вот Тут Чего 9 Тут 3 Да Наверное Нужно Сейчас Вот Так Написать Все Все Проходит То Такой Тест Хотели На Цель Да Хотели На Тест Что Вот Наш Слоп Я Просто У меня Ссори Я Не Понял Давайте Только Давайте Долго Не Залипать На Слопе Не Такая Шена И Сложно Я Это Сейчас С Капи Паст Быстро Реализую амборд все теперь мы можем писать тест ей внутри ну вот он написал не написали он сейчас на не пройдет не прошел давайте сделаем чтобы он прошел так то есть мы давайте мы будем считать выигрышные позиции только вы единственного такое согласно остальные нет но для простоты соответственно мы будем проверять что что если нет что есть цел и не равняет номер не равняется и плюс 1 когда false иначе трое с теста прошли ну можно вынести в метод я не буду так а что а да вот рефактор точно спасибо так по-прежнему работает так то он стал связывать рэндом дженерейш но это сложный тест хотя теперь он уже как бы не очень сложный давайте его реализуем как вот так мы будем тестировать есть идея то что он реально перегенерился как вообще-таки вещи тестировать а ну а чему ну то есть и и можно про можно проверить что сумма всех номеров равняется вот этой или как давайте я не знаю какие еще идеи я просто не помню смог но она может хорошо давай давай так но это будет плохой тест не правильно что у нас рендом сложно вообще тестирует на проверить что у нас после рандома здесь каждое из чисел можно сумму проверить всех чисел это как будет наличие всех хорошо мы проверяем то что игра не 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 выиграна вот опять же я сначала пишет тест и он не диктует что вот так было удобно использовать мне кажется это ну лучше нам то есть с таким тестом согласны все пишем нет вот 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 Почему-то все время хочется мне написать 16. Что сделать? Можно, да, во время рефакта мы сделаем. Так, что-то надо сделать, aim field с cells от индекса Ну как-то так. Сто раз перемешиваем рандомные ячейки. Так, тут были замечания, все проходит, отлично. Теперь, тут были замечания про то, что нам нужна еще одна константа. Да, как нужна я послать? Селскаунт, aim sales count. Так, да, это действительно уменьшит код немножко. Я сейчас вижу еще одну проблему, что после нашей генеральной рандом, она может загенерировать на такое же поле. Это как это? Не может она загенерировать, я вот боюсь, что она загенерировать и зайдет на такое же поле. Какое такое же? Исходное. Да. Уже выигрыш. Ну так, вроде в тестах нельзя цикл использовать, но даже не знаю, вот с рандомом все по-другому. Давайте мы то, что 50 раз он сгенерировал разные поля, непобедные поля. Но он все равно может и надо проваливаться, надо работать. Да. Согласен. Вообще это коронично неправильно, потому что юнит административный тест. Да, я знаю. А поставь коронис. Один и тот же результат. Да. Поставь мне 50-50 тысяч. Чего поставить? 50 тысяч. Ну ты сейчас рандом генератор тестируешь? Напиши тест на рандом генератор. Тут нет фраймов. На самом деле ты его хочешь протестировать, а не пятнашки. Нет. Почему? Мы тестили, что мы получили невыблочное поле. Я хочу быть уверенным в том, что у нас точно дал невыблочный поле. А генерировать рандом может вернуть в вывышенный поле. В многопоточных приложениях рандом может иногда возвращать в ныне есть, потому что не правильно вращаться. Я почему-то на 90% уверен, что эта функция может вернуть. Нельзя сделать какой-то класс, который обернет рандом? Можем. Давайте так и сделаем. Может нам нужно что-то попустить? Да, мы можем просто сейчас залить. Нет, ну да, действительно. Можно. Не рандом, это отдельная и большая область. Можно как сделать? Сделать мог рандома и вернуть правильную последовательность и проверить то, что игра еще раз будет спрашивать рандом. Вот так. Вот это ты хотел подстать. Ну можно. Давай потом, если время будет. Угу. Мне кажется, все надоест к тому моменту. Так. Can move left. Давайте просто move left, move right, move down. Move up реализуем. Так, ну допустим, давайте начнем с move right. Мы попытаемся 15 сдвинуть вправо. То есть и сдвинем. Или лучше какой-нибудь, который не сдвинем. Так будет проще. Да, более простой тест, что у нас no move. Давайте попытаемся сдвинуть первую вправо и не сдвинем. Ну то есть мы еще, мы как бы у нас это UI, да, мы щелкаем по первой ячейке. А, то есть она вообще никуда не двигается. Просто тест на no move. Не, не нужно. Не нужно. Не нужно. Да, не нужно. Но move. Ну ты когда мышкой щелкаешь. Какой уровень. Давайте осет Айкву там, я не знаю. Еще раз какая-то оплачет. Да, can move, то есть. Да, есть амститус, амститус, амститус. Can move? Ну давайте. Скорее он все должно по функции рассказать, а куда он может сдвинуть. Или может вообще. У нас надо лечить, а при этом свободный. Нет, нет. Ну два подхода. Давайте на этом остановимся. Не знаю. И может просто can move, амститус. А куда move? Все правильно, can move и move. А move говорит куда двинул. Move должен возвращать куда он двинул. А вот тоже надо, возвращать надо? Давай я нажать на кнопочку. А может, может мы будем сдвинуть сходу здесь? Сейчас так, как стоять. А как настоящий? А как настоящий? А как настоящий? Ну так 3,3,3,3,3,3. Это уже шум еще. В одной надо, конечно. В одной надо. В одной надо. Это можно рассмотреть как последовательное. Не, ну можно, но мы просто не успеем это написать. Ну так вообще-то можно все написать. А там какие-то еще есть правила, по-моему. Он говорит о том, что мы можем за строку сдвинуть. Ну сдвиг строки, это сдвиг трех последовательно. Правильно? Ну это одно и то же. Да. Мы просто атомарные операции рассматриваем. Да. Так, CanMove. Что-то мне уже не нравится. Ну ладно, этот тест я напишу. Сейчас, по-моему, будем рефактовать. Не хочу я взаимосвязь обратно просто делать. Давайте мы фрайт сделаем для 15-го номера. То есть это у нас 32. Такой тест. Еще две ячейки могут двигаться. Да почему? Они не могут двигаться. Но сдвигаем, конечно. Слева последняя. Ну это отдельные. Эти разные мувы. Мы можем так для простоты же рассматривать? То есть сначала мы взяли и 15 сдвинули, да? У нас образовалась вот такая. Мы можем просто вот так сделать? Да. Ну, а что вы хотите? Вы хотите, чтобы он сразу его так делал? Как будто там другая операция, да? Ну это две операции просто. Для простоты можем так рассматривать. Да вы заснете. Нет, что-то не то. Просто мув. Ну вот. Ну, мув дирекшн. Вроде, вроде нормально. Не знаю. По-моему, понятно из данного контекста. Так, тут, чтобы это реализовать, нам нужно знать все соседние ячейки То есть, мы как бы сталкиваемся с проблемой, какие есть идеи Все поняли, в чем суть? Нам нужно знать состояние других ячей А смотри, вот, допустим, ты пишешь метод conmove, да, и днем по умолчанию не возвращаешь форс А почему ты в методе conmove тогда не возвращаешь по умолчанию? Ну, давай Тесты пройдут Сейчас просто сразу много надо переделать Все-таки уже можно было бы Нет, тестов проходят, значит, тестов пока мало Давайте на move left Ну, мы сейчас все в яму постепенно загоняем, сейчас будем сразу с тремя тестами бороться Надо тоже, как бы, ну, с умом все применять тут Теперь, смотрите, интересно Не, ну, не бывает совсем бестолковых практик, правильно? Это же не серебряная пуля Вот выполняй пять правил, и ты будешь программировать Нужно думать всегда Два-три Два-три Тесты и не мы Итак, я вот, вот теперь я не знаю, как реализовать То есть, у вас есть какие-то идеи? Ну, совсем ничего Сумма Че А если мы что-то двигаем? Не, короче, тут можно просто как сделать Немножко переделать дизайн этих тестов Тогда просто для того, чтобы реализовать Емселл нужно знать о других емселлах Можно сделать так, чтобы он ни о ком не знал А емфилд о них все равно знает Не делать обратную связь Для этого просто метод move мы можем перенести в емфилд и все То есть, как бы, до этого надо было сразу, конечно, додуматься То есть, can move и вот сюда передаем ему вот эту свою ячейку Вот так Это будет, в принципе, похоже для нас, зато уберет нормально так связь одну Теперь у нас три теста не проходят Так Значит, мы выбрали немножко неоптимальный путь И на этом этапе мы, как бы, исправляемся На этом даже у нас тесты есть теперь, и мы ничего не сломаем Так, ну, видимо, придется реализовывать Ну, что такое can move? Надо проверить, что все клетки вокруг Если они есть, то они, эти, не пустые И вот там расстояние между один на один Ну, вокруг А если в угловой клетке, то там меньше соседей Короче, нам нужно что-то типа того Там, нет, нет, не знаю То есть, мы придаем Мы Дальше Так, если он пустой, то возвращаем троликальную, иначе возвращаем false. Лучше не стоит, это не одно и то же, почему? Зачем тебе сейчас? Сейчас ты отпишешь функцию кальмингу. Сейчас, на самом деле, у нас тут три проблемы, три теста не проходят, мы уже как-то немножко закопнули, поэтому приходится уже что-то мутить. Так, теперь нужно получить всех соседей, для этого нужно узнать индекс ячейки. То есть, точнее, row ее, и row это cells index of cell делить game field size, правильно? Ну, как-то так. Да. Ну, а какие идеи? Ну, мне кажется, надо три фактора идти от листа в гумерном массиве. Ну, мне кажется, мы ее и так можем сделать. То есть, смотрю, у тебя соседи будут, как мы имеем, получаем мы индекс нашей целевой ячейки, которую мы хотим двигать, это x. Все ее соседи будут на позициях x-3, x-1, 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 x-3. И, соответственно, мы проверяем вот эти, берем ячейки с этих позиций, причем, минус 3 у нас будет соответствовать направлению вверх, минус 1 направлению влево, так? Четко, целое. Минус 1 вправо, плюс 3 вниз. Да. То есть, мы можем, в принципе, и так, просто их проверяем. Ну, у нас есть ячейка, например, 0,0, которая, да? А позиция. То есть, ячейка подней, это будет 0, индекс плюс 4. Ну, вы какие-то сложные вещи предлагаете, их потом... Если мы захотим, например, разменить размер пуля, когда-нибудь, где удавляют в конструкции другого размера, у нас эти методы будут сильно завязаны на размер. Правильно? Ладно, я пока напишу простую реализацию, которая мне приходит в голову. Потом мы ее отрефакторим. Так. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ну да ну да он работает то есть этот муж она понятна так ну соответственно мы сейчас делаем а Спасибо. Видимо придется сразу все эти написать, хотя нет, ничего подобного, просто сейчас я вот тут за комментарием, чтобы потом этот код еще раз написали, так, эту функцию отрефакторим сейчас. Пока напишем тупому, потом отрефактором. Так, это что? Пока. 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 Так, move тут, тут у нас что-то похожее. Так, 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 так. У нас это не совсем move пока, это не move функция. Блин, запутался. Ладно, сейчас я сделаю, просто сделаю, пока что. Тесты немножко неправильно написали, сейчас я сделаю, чтобы они прошли. Тесты пройдут, но не правильно. Так, так, так. Так, так. Извините, к сожалению, нужно нас покинуть. Очень интересно. Вот. И я с удовольствием тоже когда-нибудь, я еще буду здесь выстекаю с докладами тоже абсолютно. Будем ждать. Так. 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 Тут дело в том, что это не move тест. Нам вообще тест на move не нужно, у нас есть тест на swap. Нам надо получить позицию соседней, густой и все. Либо так, либо проверять, что move действительно что-то делает. А move он делает swap. А swap мы уже протестили, по сути. Давайте лучше сделаем, что... Так. Can move. Вот этот move, он еще и должен и... Ну, даже проверить, что он сделал swap. Зачем нам два метода делать постоянно? Can move, если просто нужно сделать move. Пока все нормально. Только эти тесты, они теперь должны проверить, что... Даже у нас ячейка вот эта. То есть мы проверяем, что ее номер до этого 3-2. А зачем вообще нужен к нам? Не знаю. Кто-то предложил. Наверное, это надо убрать. И убрать метод. Скажи. Нам не нужно. Муфт возвращает move-direction новую. То есть тем самым... Так, вот сейчас. Мы просто move до конца не протестируем. Мы протестируем. Теперь мы, наоборот, проверяем, что все изменилось. Что вот это стало пустой. Вот это стало пустой. А вот это стало пустой. А вот это стало пятнадцатым. Правильно? Ну, то есть move произошел. И тут то же самое. Так, 2-3. 2-3 это... 2-3 это... 2-3 это... 2-3... То есть, что у нас... Это тринадцатая была Не пускаем. Вот тут оглашение в том, что мы тесты неправильно сразу писали, теперь они правильные и не проходят, потому что Мух ничего не делает, а он должен делать. Соответственно, если он нашел какое-то направление, он еще должен и свод сделать. Только Крымов теперь сломался, потому что он тоже теперь будет свод делать. Можно написать на этот тест, что... Почти все реализовали на самом деле, сейчас поправим кольмов, реализуем. Я дальше прозову. Конечно, нет. Нужно ли он написать? Если у нас есть вариант возвращения... Давайте уберем просто... Хорошими нужно написать тестами, мы эту банку нашли поправить. Давайте просто не будем это делать. Что ты думаешь? Что ты думаешь? Так, конечно. Не. Так. Тут тест еще и не буду писать. на move up, move left, просто надо написать, потом не переживать, не сразу, не переживай. Продолжение следует... Продолжение следует... Тестов тут нет и непонятно, что это работает. В общем, вот это явно нужно отрефактить. Четыре вызова через цикл. Как это сделать? Ну, я думаю, всем понятно, как это сделать. Я не люблю, что делать. Кстати, часто так и бывает при написании тестов, что ты доходишь до какого-то момента, где вдруг тебе становится, что все, ладно, все дальше понятно, ладно. Может, эти тесты уже не писать. Нет, ну, почему? Просто в ограниченное время у нас садится батарейка, и поэтому... Она уже села. Она уже села. Батарейка, она... Да, завтра где-то два, да. Вот, в принципе, патриализация работает. Я даже сделал на ней елай. Можно попробовать показать. Нужен? Да, потому что надо. Потому что нужно будет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...